16 октября около полудня на улице трудовой водитель на ВАЗ-21102 перепутал педали и сдал назад, наехал на женщину, заходившую в пятерочку. Маневром были снесены и двери в магазине. Женщина с диагнозом «резаная рана левой кисти, разрыв сухожилий двух пальцев» госпитализирована в травматологическое отделение. 12 октября утром житель Вантеевки, 61-го года рождения, как сообщили в полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в приемную главного врача поликлиники. С требованием предоставить ему свидетельство об инвалидности. Ему объяснили, что данные документы оформляет зам по клинике экспертной работе и получение инвалидности осуществляется через бюро медико-социальной экспертизы. На что он ответил, что разве так не видно, что у него проблемы со зрением. При этом он имел при себе пакет, из которого исходил запах горючего. Он сказал о том, что если мы ему не предоставим данный документ, все должны понимать, что то, что у него находится в пакете, может создать угрозу для тех работников или посетителей, которые в этот момент находятся в поликлинике. После чего Ирина Викторовна позвонила в полицию и буквально он, наверное, следом за ней вышел из приемной и ушел. И полиция его встретила уже на выходе из поликлиники. Он проходил лечение в нашей больнице? Да, он житель города Ивантьевки. Он обращался в нашу поликлинику. Его некоторые наши сотрудники даже знают в лицо. Поэтому мы подняли его медицинскую карту. И да, он наблюдался, обращался вернее к врачу-офтальмологу. И к другим специалистам по разным вопросам. А почему он такие меры? Если он уже наблюдался у врача-офтальмолога, то почему так воспринял необходимость оформления документов? Анализировали вы это? На каком этапе человек принял решение шантажировать медиков? Я не могу дать оценку тому, почему он так поступал. Дело в том, что вообще процесс оформления документов на получение инвалидности достаточно такой, ну, трудоемкий. Потому что в этих документах описывается, по сути, состояние не только одним врачом. Там и терапевты, и другие врачи отражают статус этого пациента. И как раз сам пациент ходит с этими документами, он должен обратиться к всем соответствующим врачам. На что, естественно, то, что его раздражало и то, что он не хотел делать. Полицейские составили протокол, вминив пациенту статью «Мелкое хулиганство».